Продолжение следует... Прошу всех к столу. И я надеюсь, что этот круглый стол будет действительно круглым. То есть здесь у нас вот такая дуга с этой стороны. И вот такой полукруг здесь, в зале. То есть что в наших разговорах, рассуждениях и чувствованиях на ту тему, на которую мы будем разговаривать, рассуждать и чувствовать, принимать участие будут не только люди, которые сидят с этой стороны, но и, разумеется, вы тоже в это включитесь. И тема нашего круглого стола, поскольку конференция у нас Эрос и Тонатос, вчера был Эрос, сегодня Тонатос. Сегодня тема круглого стола – это смерть далекая, близкая, незапредельная. И я, как ведущий этого круглого стола, я хотел бы не только предоставлять слово тем, кто его возьмет отсюда или оттуда, но немножко до того, как начнутся слова других людей, сказать какие-то свои слова, то есть дать какое-то, может быть, направление движения мыслей и чувства, которое здесь будет. И оно прописано, собственно говоря, в названии, то есть далекое, близкое, незапредельное. И вот это вот движение мыслей я хотел бы начать с одной притчи, которую мне рассказал мой американский друг и коллега. Это притча об индейце, который однажды, кстати, этот коллега со своей женой, они работают в хосписе, они работают вот на том пороге, на который вступает человек, берег непосредственно перед принятием смерти и перед тем, как его близкие его решатся, потому что на этот порог поднимаются все, то есть поднимается человек вместе со своими близкими, и затем он пересекает эту линию, а близкие остаются. И те, кто уходит, и те, кто остаются, для них, для всех, это самое главное событие жизни. Так вот, мой друг и коллега рассказал притчу об индейце, который однажды встретил смерть. Ну, он встретил смерть, когда он был молодой, здоровый, наверное, он там чего-то покурил, вот, и вот в этом состоянии он ее встретил, и он решил с ней договориться. Она пошла на этот договор. Договорился он со смертью о том, что он не хочет, чтобы она приходила к нему неожиданно. Он хочет, чтобы она предупредила его о том моменте, когда она придет. Смерть сказала, хорошо, я предупрежу, я буду тебя предупреждать. И вот он живет, живет, и вдруг смерть приходит к нему уже за ним. И он спрашивает ее, а где же наш, как же наш договор? Ведь ты же обещала, что ты предупредишь меня. А смерть отвечает ему, он много раз предупреждал тебя. Смотри, когда у тебя выпадали зубы, я предупреждал тебя. Когда у тебя поселели волосы, я предупреждал тебя. Когда ты стал плохо ходить, я предупреждал тебя. Ты не слышал моих предупреждений. А теперь я уже пришла за тобой. И я не виновата в том, что ты не услышал. Ты не услышал моих шагов, когда я шла за тобой, капитамо. И вот, вы знаете, современная наша западная культура, эта культура, почувствуйте это, почувствуйте это в себе, во всем окружающем, это культура как бы бегства от смерти, то есть смерть, которая на самом деле близка, она идет за нами, капитамо, она постоянно случается в наших историях. И мы же знаем, что каждый из нас когда-то умрет, когда-то примет смерть, и когда-то умрут наши близкие. И смерть, она совсем близка. Но мы делаем все, чтобы она была далека. Вот сам процесс похорон, когда все залезают в какой-то автобус, и этот автобус едет среди других машин, как будто ничего не происходит. Процесс принятия нами смерти, мы бегаем с какими-то формальностями, мы потом думаем, надо чем-то заняться, чтобы не думать об этом, чтобы это не вылезло, потому что вот слово «вылезло», чтобы это не обнаружилось в нашей жизни той запредельностью или беспредельностью, которая есть в смерти. И только вот в масштабе или в измерении, или в направлении, или в восприятии вот этой беспредельности мы можем пережить смерть, или можем подготовиться к пересечению этого порога. Люди, которые занимаются этим, они великолепно это знают. Они великолепно знают вот об этих двух движениях, о первом движении, о котором я вам сказал, вот как этот глупый индейец, который не слышал, о нашем движении, о движении всех нас, бегство от смерти, и вот о том приятии, когда мы не бежим от смерти, а когда мы принимаем ее, мы принимаем ее со всей ее запредельностью и со всей ее беспредельностью. И вот я хотел бы построить, может быть, наш сегодняшний разговор вот в этом ключе. В ключе истинной запредельности и беспредельности, и в ключе возможной нашей вот этой вот альтернативы попытки бегства. Потому что, да, действительно, мы можем убежать, и многие люди, да, у которых бывает травма, связанная со смертью близких, они убегают от этого, и эта травма, она как бы запечатывается, и вот они с этой запечатанной коробочкой ходят долгие годы, и потом, для того, чтобы распечатать эту коробочку и принять и пережить, это требуется достаточно серьезное усилие. Ну что ж, я вот сказал какое-то свое предварительное слово, и хочу предоставить слово вам, кто-то из вас. Да, Валерий. Можно пару слов по формату, чтобы... По формату, да, хорошо. Пять минут. По формату, значит, у нас... Сколько у нас? Час сейчас, да? Ну, час нашим на круглый стол. Это дискуссия. Это дискуссия, да. Поэтому давайте мы будем, да, как-то придерживаться... Есть часы? Ну, в общем, каждый будет не ограничивать себя очень сильно во времени, да, но и не очень растягивать. Много лет назад я работал в журнале «Природа» в коммунитарном отделе Заведово, и в начале 80-х годов как-то я публиковал статью одного исследователя из Института этнографии и антропологии, в которой вот на тот момент в середине 80-х годов подводились итоги исследования древнейших погребений. Человек собрал вообще все сведения на тот момент о древнейших погребениях. Я помню, как меня поразило знание о том, что вообще-то говоря, люди стали заботиться о покойниках всего лишь 50 тысяч лет назад. До этого умирающие уходили навсегда, и о них не заботились. После этого, 50 тысяч лет назад, что-то произошло. Вот у нас среди людей на планете Земля мы стали друг друга хоронить, мы стали в пещерах рисовать. Вот это то, что известно, как наскальная живопись. И 50 тысяч лет назад, согласно современным научным знаниям, появился шаманизм. И где-то в это время появился язык. Точнее сказать, вообще-то, корее ничего нельзя, но вот это вот триединство языка, искусства, смерти и заботы об умерших, оно меня тогда вот поразило. Там, я помню, еще было такое стихотворение Пушкина у этого автора, там что-то тоже о том, о том, как люди заботятся о своих умерших. Ну, как у каждого из сидящих в этом зале, у меня тоже было немало соприкосновений со смертью. Не то, чтобы смерть у меня вот советчик, как об этом говорил Дон Хуан Карлосу Костанеди, но я счетливо помню, как где-то, может быть, в шесть лет я вдруг понял, что я умру. И в следующее мгновение я совсем по-другому стал смотреть на себя и на свою жизнь. Я помню, что небо вдруг распахнулось и стало каким-то бесконечным. и я помню, что вот то, что вспыхнуло во мне тогда, оно продолжает пока и сиять и сейчас. И тело изменилось. Я уже не молодой человек, но вот тот свет, который я тогда почувствовал впервые в жизни, он абсолютно тот же самый нисколько не изменился. и впоследствии мне удалось как-то вот понять мой тогдашний детский опыт соприкосновения и постижения смерти и вырастания из детства человечества 50 тысяч лет назад, когда оно стало совершенно по-другому относиться к смерти. я понял, что как только мы принимаем, осознаём, постигаем, устанавливаем контакт со смертью, она становится конкретно осязаемой, конкретно переживаемой. Только тогда мы становимся способны постигать жизнь. Ну, другими словами, только тогда, когда мы понимаем, что мы конечны, наша жизнь конечна, а смерть это прежде всего для каждого из нас, это конечность нашей жизни, мы через это её переживаем, только тогда мы можем по-настоящему жить, по-настоящему осознавать. И только тогда, когда в нашей жизни появляется смерть, в нашей жизни возникает представление о бессмертии. Одно без другого не существует, появляется Бог, Дух, бесконечность в нашей жизни только тогда, когда мы переживаем свою конечность. Но тогда же, как только у нас возникает представление о конечности и бесконечности, тогда у нас возникает представление о возможности реализации бесконечности в своей конечной жизни. То есть вот вся дальнейшая мистерия человечества, которая связана на путях различных религий, религиозно-духовных традиций с реализацией этой вновь открытой конкретно через смерть бесконечности, она связана вот с этим фантастическим поворотом в жизни человека и человечества. Вот на это я хотел бы обратить внимание. Продолжаю. Одну секунду, я поставлю... Вот очень важный акцент, я еще что хочу тут дополнить, почувствуйте, может быть, кто-то вспомнит, что когда человек приближается к смерти, он начинает думать о духовном, когда он сталкивается со смертью, начинает думать о духовном. Вот то, что сказал Володя, великолепная вещь, то есть человечество стало заботиться о умерших и осознало смерть в тот момент, когда она осознала вот это духовное измерение, духовную основу бытия. То есть это настолько связанные вещи, и смерть является как бы маркером, то есть она говорит об этом, говорит очень понятно о духовном. Спасибо. Ну, у меня такой оптимистический взгляд на смерть. Все твари будем, да? Нет, не в этом смысле. Андрей Бергсон, великолепный французский философ, уже в глубоких годах выразил такую мысль, ну, приближается конец, воспринимая это с любопытством. Вот сегодня утром Женя делал доклад Эрос и космос. Мне кажется, очень такой интересный доклад и само сочетание Эрос и космос. Известно уже сейчас, что жизнь на Землю занесена из космоса. Есть такое понятие панспермия, то есть метеорами, кометами, там, переносится от мельчайших, так сказать, микроорганизмов, ну, более простые, там, аминотислоты, но основа жизни, так сказать, считается, переносится по всему космосу. Вот. То есть, если такая панспермия существует применительно возникновения в жизни, то можно ожидать, вот я все время термином модальность, можно ожидать, что и применительно к сознанию мы, так сказать, испытываем воздействие, обучение космосу. Ну, стоит напомнить, что большой взрыв был где-то около 15, 14 с копейками миллиардов лет назад. Жизнь на Земле возникла 5 чем-то миллиардов, так сказать, да, Земля, Солнце вторичная звезда. У нас в крови есть демоглобин, железо там, да, но на Солнце нашей, родной планете, родной звезде нет демоглобин, нет железа, нет тяжелых металлов. То есть, они возникают в результате взрыва сверхновых, когда звезда выгорает, сжимается, коллапсирует и на фоне, так сказать, колоссальное давление и температур образуются тяжелые элементы. То есть, мы... Мы состоим из сверхновых, да, так хочется сказать? да, как вот у Шпидель, там, в моем сердце стучит пепел класса, да, так вот, в нашем сердце стучит пепел погасших звезд. Мы продукт звездной эволюции. Так вот, если смотреть, что жизнь есть такой результат космической эволюции, то надо подойти и к смерти с точки зрения глобальной космической эволюции. И здесь, вот, на чем жидится некоторый оптимизм, применительно к индивидуальной психике. Человек о пережитом помнит практически все. Ну, это еще Александр Романович Лурия, там, в своей маленькой книжке о большой памяти и так далее, наверное, показывал вот, теория голографической вселенной, голофридической памяти Курта Прибрама, вот мой коллега и в каком смысле ученик Володя Кучеренко разработал технику гипнозе извлечения следов памяти, ну, свидетеля. какой-то там работяга видел машину, которая подъехала к лесу, потом нашли там трупы девушек. вот этого работягу свидетеля привезли в Москву, на моих глазах так сказать, все это происходило, несколько глубинных погружений, несколько дней, и вот мужик вспомнил, как в замедленной съемке двигалась эта машина, и он смог рассмотреть несколько цифр, которые были освещены, в общем, преступников нашли, Володя получил благодарность от следственного отдела, и так далее. Ну, таких случаев было достаточно много, и вот его сейчас ученики уже в следственном отделе проводят вот такие гипно погружения для реконструкции совершившегося прошлого. То есть, в принципе, человек помнит все, и можно ввести в гипноз и внушить человеку, что ему там три года он будет помнить, как он был одет, во что была одета мама, чем его в этот день кормили, и так далее. То есть, наша индивидуальная память хранит все. Нужна некоторая энергетика, чтобы актуализовать эти следы. Это посылка, так сказать, того, что есть. Но если мы полагаем, что не только жизнь заселена на Землю, имеет космическое происхождение, но, а, кстати, есть огромное количество, уже посчитали, буквально не миллионы, а миллиарды есть звезд, которые, ну, в общем, сотни тысяч из них обладают планетной системой, да, похожей на Землю. И огромное количество звезд эволюционно обгоняют, так сказать, нашу солнечную систему. с точки зрения природы, но неразумно, если индивидуальная психика может хранить память обо всем, коллективное бессознательное о человеческой формах бытии, а заканчиваю, в дифнозе можно погрузить человека и внушить ему, что он животное, он может пережить опыт какого-нибудь птеродактиля, особо могу рассказать, то есть пережить психические состояния эволюционного прошлого животного, то как бы, так сказать, наивно представлять, или, так сказать, неразумно бы природа тратила, что вот все наш ментальный опыт человечества и отдельного человека просто со смертью исчезает. Он тоже по всей видимости хранится, форма этого хранения, так сказать, это не значит, что человек, так сказать, во всей его неповторимости, уникальности по ту сторону смерти сохраняется. Но я, так сказать, интуитивно полагаю и ну как бы опыт исследователя психолога говорит о том, что какая-то форма нашей ментальности сохраняется, хранится и входит и в матрицы коллективного бессознательного и если шире брать, то космического бессознательного. То есть расширяя уже за земные пределы. Ну вот так примерно. Ну отлично. То есть мы как бы умираем и остаемся в какой-то форме. Частично. Да, частично. Вот. по очереди? Ну как хотите. Да, Сергей. Я бы предоставила мужчинам в начале рассказаться. Я не буду оригинален, поэтому начну с формулы смерти. для меня исследование началось тоже где-то в начале 90-х годов отправной точкой была книжка человека по имени Бёрк по-английски B-U-R-K-E Космическое сознание написанное больше ста лет назад и очень интересный мужик в те годы вообще мало кто этим занимался он собрал порядка 30 случаев типа просветления начиная с Будды Иисуса Христа и заканчивая Ултам Уитменом и попытался их инвентаризовать и посмотреть что происходит с человеком при вот этом переходе и один из маркеров это исчезновение страха смерти в этом смысле я как раз хочу Гене пропонировать он в своей первой лекции сказал что все испытывают агонию мучения и страх на мой взгляд это сильно не так и как раз люди очень сильно отличаются по отношению к смерти и в свое время естественно мне попало вожжа под хвост выяснить что является критерием кто боится смерти а кто не боится я могу сказать с полной ответственностью что есть единственная вещь которая убирает у человека страх смерти это жизнь в согласии с ценностями человек который не живет из ценностей в ценностях там реализует ценности он жутко боится стареть и умирать человек который реализует ценности он не боится стареть и не боится умирать чем более полна его реализация тем спокойнее его отношение к смерти Моя рабочая метафора звучит так Внутренний стержень становится родовым каналом, по которому сын встречается с отцом Когда мы выстраиваем себе внутренний стержень системы ценностей В какой-то момент мы обнаруживаем, что этот внутренний стержень и есть тот родовой канал По которому проходят четыре перинатальные матрицы, результатом которого является встреча сына с отцом Вторая метафора – это изначальный отцовский капитал Что Отец Наш Небесный, в каких бы христианских, буддистских или других терминах мы его не описывали Он в нас зараза инвестирует, некий капитал свободы воли И в зависимости от нашего отношения к этому капиталу, на страшном суде мы получаем налево или направо Если мы капитал транжирим, двигаясь по течению То есть самое страшное, единственный грех, на мой взгляд, который существует, это плыть по течению, когда жизнь случается То есть жить перекати полем, а не внутренним стержнем Когда человек транжирит свой первоначальный капитал, он чувствует, что на страшном суде ему будет скверно Ну и ему становится скверно Если этот капитал приумножается инвестициями в ценности И ты приходишь к отцу и говоришь, вот я сделал вот это, вот это, вот это, разумное, доброе, вечное То тогда, соответственно, как заповедано во всяких священных книжках, наследуешь жизнь вечную Значит, это, естественно, поэтическая метафора Но то, что я могу положить на стол с полной уверенностью, что из большой выборки людей Те, кто живут без ценностей, жутко боятся стареть и умирать Те, кто живут из ценностей, не боятся Поэтому тема смерти, на самом деле, я увидел, что меня вписали в этот стол вчера Вот, и посмеялся, потому что, на мой взгляд, это надуманный вопрос Сильно надуманный вопрос Единственный реальный вопрос, это приумножить капитал свободы воли и отчитаться перед отцом Тогда, как бы, вопрос смерти исчезает как таковой, и им не нужно специально заниматься А все-таки кто отцом наступает? Да какая разница? Ну, как это? Это за предел, ну, это метафора, это модель Неважно, то есть это только умственные спекуляции Единственная важная практическая тема в этом смысле, это тема траура Вот я считаю, что очень опасно, что вот об этом говорил, он тоже, по-моему, Гена в начале, да? Закупоривание Что потеря траурных технологий обходится нам невероятно дорого Я упомянул Да, 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 и очень рекомендую быстренько раскопать, вспомнить и начать практиковать траур Начиная от ухода, там, близкого, ну, в смысле от развода, заканчивая смертью домашних животных Естественно, годовой траур, это очень разумная вещь в случае самых близких людей Спасибо Я бы хотел твою тему чуть дальше продолжить Собственно, я всегда был уверен в том, что настолько человек боится умереть, настолько человек боится жить Потому что смерть можно рассматривать, по большому счету, в разных контекстах Один контекст — это буквальное умирание, когда человек или какое-то живое существо просто становится трупом Второй контекст — смерть как метафора перемен Причем, о каких переменах идет речь? Перемены, ну, иногда несанкционированные, иногда неуправляемые То есть, когда, в кавычках, силы природы, если так можно назвать, отправляют нас в последний опыт И неизвестно, как мы этот опыт пройдем И как мы, собственно, будем ли мы существовать, не будем существовать То есть, у каждого есть только свои мысли насчет того, а что там за этой чертой И там, где есть страх смерти, там всегда есть страх безумия И там всегда есть страх потери контроля То есть, когда мы говорим о страхе смерти, то одновременно есть смысл говорить о страхе безумия И о страхе потери контроля Следовательно, если человек преодолевает вот эти три страха То по мере преодоления он открывается потоку новизны То есть, для него жизнь становится вкусной Но для того, чтобы жизнь на самом деле была вкусной Я, опять же, хотел, наверное, твою идею поддержать Что хорошо бы было бы отвечать за то, что ты делаешь Потому что жизнь может случаться, а может делаться Две большие разницы Когда оно само как бы случается Там нет волеизъявления Там вы просто... Транжир Транжир Но мы отдаемся потоку Знаете, такой ньюэйджевский лозунг отдаемся потоку Неизвестно, куда этот поток вынесет Там, а камни расшибет, утопит Есть некий шанс, что, может быть, до конечной точки маршрута доплывем Но все-таки хорошо бы быть партнером с этим потоком И нести ответственность Но там, где появляется свобода и ответственность, там возникает то самое бегство от свободы И человек обычно декларирует Дайте мне свободу Когда свободу получает, то дальше вопрос А где инструкция по употреблению свободы? Собственно, вот моя позиция такова Ну что ж Теперь я продолжу Во-первых, я бы хочу поблагодарить Германа за то, что он меня сегодня разбудил И сказал, что я буду сегодня сидеть здесь и говорить про смерть Во-вторых, я хочу вспомнить Только сегодня тебе это сказать Я очень рада этому факту Потому что у меня сегодня в каком смысле юбилей 20 лет назад Для меня одним из ярчайших событий в жизни Было участие в конференции между любовью и смертью И помню, я вышла из этой конференции 19 лет назад, если точно 19? О, значит юбилей еще постоит Да, да Так вот, я вышла из этой конференции С записью в своей блокноте Я любила записывать свои переживания В каких-то стихотворных форумах Я очень четко понимала, что я не хочу быть между любовью и смертью Я хочу быть с ними И дай мне Боже благодать Чувствовать смерть рядом И любовь в самой своей сердцевине Такие стихи я написала тогда И тогда же, по-моему Либо на следующей конференции об экстазе Я услышала из уст Володи Майкла слова Что если вы хотите быть трансперсональными психологами Вы должны быть в духовной традиции Я воспринимала эти слова как четкую инструкцию В своей свободе И отправилась на поиск духовной традиции Потому что уже тогда Ну, пять лет проплавав в трансперсональных пространствах И имея очень много разнообразного опыта Я очень четко ощущала, что только в духовной традиции Я могу найти опору всему многообразию Вот этой своей огромной душе В которой может быть все что угодно И так случилось, что 10 лет я провела Будучи очень крепко уцерковленной христианкой Получая духовное образование Так вот, и если мы посмотрим на разные системы помощи Которые есть и практикуются в современном мире То мы очень часто можем увидеть то, что Эти системы помощи Там психотерапия, коучинг И многое-многое-многое Направлены на то, чтобы нам в этой жизни было жить хорошо И когда мы приходим в какую-либо духовную традицию В какую бы мы духовную традицию ни приходили Мы видим, мы слышим воспоминания о смерти Вот когда благодаря Герману несколько лет назад Я приобщилась к закчет-традиции Бон Меня очень поразил тот факт, что Почему-то вот самые молоденькие монахи Которые только-только приходят в традицию Только-только они сделали предварительные практики И они проходят практику Пховы Почему-то вот эти молоденькие люди Которым предстоит еще много-много лет жить И для меня это было очень интересным фактом Потому что вы не знаете, что такое Пховы Да, традиция Пховы Это такая практика подготовки к осознанной смерти В цзакчен традиции Бон Я подумала, почему люди Вот мы приходим в христианство И мы слышим пометование о смерти Мы приходим в цзакчен традиции Бон И нам предлагается вот эта практика Осознанной подготовки к смерти Которая будет где-то вот Но по идее должна быть еще не скоро И меня поразила мудрость духовных традиций В том, что даже когда мне еще 6 лет Или 5 лет Или когда я еще совсем молодой человек И только начинаю жить И хочу думать о том, как же мне хорошо прожить эту жизнь Вот в этот момент я уже начинаю думать о том, как мне умереть Как я хочу умереть Какую смерть я буду считать для себя прекрасной, счастливой Как я хочу закончить эту жизнь И когда мы простраиваем этот вектор Когда удается выстроить этот вектор Наша жизнь складывается по-другому У нас действительно появляются те ценности О которых говорил сейчас Сергей Сами Они сами встраиваются Сами-то уверены Ну, здесь как бы вот происходит Всю нашу жизнь происходит вот этот диалог Между самым ценным для нас Между тем, с чем я хочу уйти И предстать перед отцом Как бы мы его себе не представляли Или не представляли вообще Но у меня все-таки, хотя в настоящий момент Я являюсь христианкой, но безрелигиозной христианкой Это моя жизненная кредо Я безрелигиозная христианка И с большим интересом Самое интересное для меня сейчас Это перевод... На христе христианство, это же религия Да, но я безрелигиозная христианство Поясни, пожалуйста В богословии XX века существует такое понятие Как безрелигиозное христианство Его ввел такой замечательный богослов Лютеранский, Дитрих Банхёфер В современном взрослом мире Людям уже не нужны авторитеты Людям не нужны старшие А может быть, например, православный буддист? Вот здесь Ну, кутить-то кутить Понимаете, возможно, все В нашем многообразном мире На настоящий момент моя позиция такова Что ничего из того, что есть Не надо ампутировать или отбрасывать Есть замечательный Танатес, который делает это за нас А мы, как люди, можем принять все В том числе и Танатеса Так вот, о чем я то бежу... О безрелигиозном христианстве О безрелигиозном христианстве Христос, значит, есть, а христианство нет Я являюсь в настоящий момент безрелигиозной христианкой И занимаюсь тем, что стараюсь переводить С большим уважением и интересом Изучая разные другие традиции Вот, позволив себе такую роскошь Я занимаюсь тем, что перевожу Стараюсь находить переводы по смыслу Не такие на поверхности лежащие А переводы с языка одной традиции на другой Чтобы, ну вот, как-то вот опыт моей жизни Приводит к тому, что нужно все интегрировать Так вот, как безрелигиозная христианка Я могу вам сообщить, что смерти нет То есть, понимаете, дело в том, что смерть есть И это очень серьезная реальность Но это не последняя реальность Это предпоследняя реальность Выражаясь словами того же самого Дидриха Банхёфера Существует предпоследняя реальность И последняя реальность В предпоследней реальности смерть для нас является Когда-то трагедией, когда-то шансом Когда-то способом Вообще смерть очень помогает жизни Ну а вечная жизнь есть? Если есть, то какая? Володя Я думаю, что это тот вопрос, на который каждый ищет ответ сам Если я сейчас вам тут как богослов Дидрих Банхёфер что по этому поводу написал? Мне интересует Что ты ее троллишь, а нас не троллил? Спасибо, Володя, мне нравится Так вот, если я вам сейчас с позиции авторитетные заявлю что-нибудь Вы можете мне либо поверить, либо не поверить Поэтому я предоставляю ответить на этот вопрос каждому из нас Как бы вам хотелось, чтобы это было или нет? А реинкарнация существует? О, это тоже замечательный вопрос У нас на эту тему происходили такие длительные диалоги в монастыре Минрии Что мы в итоге, я пришла для себя, я пришла к ответу Что на этот вопрос ответить невозможно Потому что непонятно, что именно перевоплощается Но у, собственно, буддистских мастеров есть ответ Это, собственно, перевоплощается поток сознания У некоторых буддистских мастеров У некоторых Можно сказать, что из природы у массообразных кармий А в Бордосово возникает сознание То есть индивидуальная реальность И так у каждого Это вы со своей малой колесницей? Это не малая колесница Это Махаян Но кто-то сказал, что когда этот поток сознания обретает новую физическую форму То это то же самое я, которое есть сейчас у меня Когда я здесь перед вами сижу Какой такой я? Путание Говорят, что нет никакого я Да, да Когда я задала этот вопрос учителя Так без я и теории любви нет твоей Понимаете? Когда я задала этот вопрос Что где то самое я, которое будет жить в ком-то другом Когда меня, то есть моего я не будет Он был очень рад, он развеселился и сказал Вы не найдете ваше я Вот поэтому вопрос о реинкарнации Логического решения не имеет Это остается предметом веры Который либо поможет нам, либо не поможет нам на нашем пути Соло фида Только веру Спасибо Ну что ж Смотрите, интересное... Я вижу Я хочу сказать, что тут вот ушло все ровно-ровно-ровно Одно вытекало из другого Можно вот это последнее вытечет? Хорошо А потом ты уже все закрепляешь Не-не-не Ладно Пустячет Но оно течет на самом деле Просто очень костяк течет Ну, я ссори, я опоздала Я не знаю Далина Лобковская, Санкт-Петербург Сказали, что к вам придет смерть, нет? Ну вот я пришла Смерть себя приходит вовремя Вот это наша командная шутка Потому что есть несколько интересных систем Для того, чтобы узнать, кто вы такой И если хотя бы три из них говорят, что вы это Значит, что-то в этом правильное Правильные данные ввели в процессор Вот Ну, то есть вот Я смерть по Маянскому календарю Я смерть по Ренину Я смерть по Арканам Таро И так далее Я трансформаторная будка Вот Когда меня считали по Ренину Они сказали Человек, который меня считал Поднял на меня глаза Ну, многие здесь ее знают Наташа Гриценко это делает Поняла на меня глаза Говорит А почему ты до сих пор жива? Я говорю Че? Она смотрит опять А почему ты до сих пор не в психушке? Я говорю Не знаю Вот Человек Как скажут в нашей любимой Алмазной колеснице Обладает Неким тоном своего существования То бишь энергии Присущей ему одному Если он живет в согласии с этим тоном То он резонирует Таким образом Каким говорил Сережа То есть его ценности Если каким-то образом Коррелируют с его этим глубинным тоном То простраивается вот этот вот канал По которому можно строиться Тогда ценности должны быть истинными И он должен знать Кто он У кого эти ценности И что они действительно его ценности У меня все приближено Трансформация наша К материи Если она не доходит до клетки Это глюк Это глюк Да Иначе это глюк Это глюк Это просто глюк Она виртуальная То есть она не дошла до клетки Она глюк Это отдельный повод для дискуссии Ну да, окей Ну вот гений и закругляет все это Вот И поскольку я От печки То я и начала карьеру от печки В 8 лет реанимации Я сомневаюсь, что кто-нибудь в этом зале Видел такое количество смертей, как я И такое количество возвращений У меня есть опыт собственного почти ухода Это, конечно, не клиника Не клиническая смерть Но очень долговременная потеря сознания И личный опыт радостного обнаружения в этом состоянии С тоннелем там и так далее Там подумаешь, что Ёлки-палки Тоннель Ничего нет А сознание есть И это именно то, что изменило мою жизнь Это было в начале самом 96-го года Скоро 20 лет, да? Ну вот И это реально меняет вашу жизнь Потому что это проявляет из вас Те истинные В вас Те истинные ценности Ради которых вы живете Потому что когда вы уже почти умерли Никакой фигни в вашей голове уже не остается Если у вас, к сожалению, такого опыта не было Есть еще опыт, который годится Это опыт, когда вы предельно испугались Потому что вы ее увидели Она еще не случилась? Бонжи-джамп Бонжи-джамп И что-то практикуете То в этот момент У вас сработает практика Если она действительно записалась у вас внутри Если вы не практикуете, а фигней страдаете Вы будете пугаться дальше Суки А? Суки Ну, нет, суки еще нет Суки это когда после этого не практикуют Вот тогда Конченые Конченые Потому что Боже мой Вселенная была так добра Чтобы она вас поставила Перед вашим собственным Отсутственным Или наличием смысла А вы, суки Этого не услышали У нас научная конференция Да Есть хорошее исследование По поводу Что происходит с человеком Когда он падает с высоты Вот Поэтому Очень рекомендую Бонжи-джамп Как некая мини-репетиция смерти Вот с тарзанки прыгнуть головой вниз Сильно проясняет в голове На тему ценностей Важного и неважного Блин Я вообще очень рекомендую Путешествовать со Всесвятским Он пытается обрубшиться С любого обрыва Какого бы Он вообще без башни Но при этом Он очень хорошо понимает момент И это тоже Свойство предельщиков То есть если вы Не знакомы с пределом Вы не знакомы С жизнью И со смыслом Эра сатанатос Гуляют вместе Можно под ручку И в обнимку И вообще регулярно Тантрят Постоянно причем Но вы просто Этого можете не замечать И пока они разделены В вашем сознании Смысл у вас Никакого нет Что дает предельность Я уж не говорю О самураях, ниндзя, панках и фриках Прочих Она дает вам То качество жизни Которого без этого У вас Не наступает Просто-напросто Вы Толком-то Обрадоваться не можете Потому что Вы не радуетесь До конца Вы обрадоваться можете До конца Только когда? Тогда, когда у вас нет страха И вот эта история Про страх И про волю И где воля И где страх Который меня Вот с Сережей Постоянно заставляет Пересекаться Мы уже 25 лет Вместе путешествуем Расходясь там на 5 На 6 лет Потом на этой теме Опять Пересекаемся Воля, страх и свобода Вот И когда Вот это происходит В вашей жизни Когда вот Это все Вас ставит Перед лицом Пустоты Или полноты Вы начинаете Вспоминать И дай бог Если начинаете Вспоминать Что вы здесь Делаете вообще Вот тогда можно Заниматься наукой Вот после этой точки Можно заниматься Наукой Вот я сейчас Просто вот Не вылезая На нейробиологии Развлекаюсь Просто с большим удовольствием Мне интересно Как процессор работает Когда у вас Это есть Или когда у вас Этого нет Какие меняются Параметры Поэтому Любите смерть Это то Что вам даст Возможность жить Самое главное Это предельный опыт Да Абсолютно Однозначно Однозначно Мне понравилось Обрадоваться до конца Так Ну Интересно Мне понравилось Спасибо Подождите Мы еще Не повернули Товеровать будешь Да Немножко Да У нас осталось Еще некоторое время Да Я хочу Вот как-то Немного Заострить акцент Из Вот Всей дискуссии Которая была И то Что прозвучало Вот у Сергея Он как Такой наверное Наиболее структурированный Человек Он прямо Это Так вот Структурно И вынес Да Это Взаимосвязь Между Духовным И смертью Да Что вот Смерть Она открывает Есть у тебя Для меня Шутка Да Слушай Для меня Это Ну Ты говоришь так Я говорю Можно так Можно я свое слово Скажу На это тебе Да Ценностным Хорошо Ценностным В моем Исполнении Это слово Духовным Да Вот этот Стержень Этот Жизненный Смысл Там Реализация Человека И его Реализация После смерти То есть Если человек Действительно Живет вот так Вот как Говорилось Да То тогда Он подходит К смерти По-другому А если Нет То происходит То о чем Я говорил Пару часов Назад То происходит Вот как раз Это Огоническое Приближение Да Когда человек Теряет себя И теряет себя И там И здесь И теряет себя И на входе И на выходе В общем Вот Поэтому Вот эта Взаимосвязь Которая сейчас Вот выплывает То слева То справа И мы ее чувствуем Да И мы чувствуем Что Смерть Она открывает Вот это Самое Трансперциональное Измерение И Вот в тех Словах Которые были Все что Говорилось Это говорилось Об этом Да И Вот у меня На Последний К нашему Завершению Есть Вопрос К Почтеннейшей Публике Может быть У кого-то Возникли Какие-то Новые Переживания В связи С тем Что мы Говорили Может быть Кто-то Что-то Почувствовал Другое Или Как-то Что-то Что-то Прозвучало Что-то Мы Может быть Заострили Как-то Поменяли Какой-то Взгляд Поменяли Какой-то Акцент У кого-то Что-то Произошло Или Что для Вас Было Вот это Вот Наше Одночасовое Присутствие В нашем Совместном Пространстве Размышления Чувствования И Говорения Что Для Вас Это Было Для Кого Из Вас Может Было Наиболее Ярко Злобные Комментарии Тоже Приветствую Любая Яркость Вы Много Говорили Про Ценности С моей Точки Зрения Это Как раз Тот Слой Который Массово Уплекти Бессознательно Претендует Нас В Верх Коллеги Я С вами Очень Не Согласны Почему Вот Эта Духовная Ценность Там Если Кто Помнит Давно Лет Двадцать Назад Классификация Солов Подводного Типа Поезд От От Ко Семерки И так Далее Помните Вот Будха Она Не Атман Ценности Они Туда Не Датягиваются Претензия Будхи На То Что Она Самая Тут От Этого Многие Проблемы Наш Общества Вот Высшие силы Которые Когда-то Были Высшими Становятся Просто Вечными И Там Мы С Афиной Пьем Пиво Вечерами То есть Никакого Верхнего Для Современного Человека Уже Нет Не Нужно А Вечное Есть Не Верхнее Пределе Ты Сама Сказала Верхнее Выше Ценности Да Нет Ничего Выше Вообще Можно Клянется Знаете Когда Грейвс Произвел Исследование Ценностей На большой Группе Да 30000 Первая Выборка Он Обнаружил Пять Уровней Потом Добрали Еще 20 С годами Обнаружили Уже Проявленных Мемов Ценностных Да Обнаружили Уже Семь Вот Где-то Тут Сейчас Восьмой Подсвечивает Это Про одно Когда Сделал Пирамиду У нее Было Пять Уровней Пирамиды Уровней Логических Уровней Восприятия Было Пять Сейчас Шесть Седьмой Ценности Я пыталась Сказать О смыслах Смысл Восьмая Она уже Просвечивает Можно Говорить О бодхе И так Далее Абсолютно Это вопрос О нашей Самоидентификации Чем Мы Себя Отождествляем Все Все Ну что ж Тогда Может быть По Паре Слов На Закрытие Я Поздоровлю Самолет Не было С вами Очень Хорошо Абсолютно Абсолютно Счастливых Улетел Да Улетел С чем Вы уходите Вот Вы пришли С чем С какими Мыслями Поделились Услышали Других Что Для вас Состоялось Помни О смерти Потому что Смерть Хороший Советчик Это Мое Короткое Резюме Я С прекрасной Метафорой Коллеги С вашей Что У нас В сердце Пепел Звезд Виктор Что Вы Можете Сказать Ну Я Наверное Ухожу С тем Что Все-таки Как же Нам нужен Перевод С одного Языка На другого Когда Идет Разговор О ценностях О смыслах О ракциях О предельном Сколько Есть слов Для этого Реальность Одна Да Но С другой Стороны Понимаете Мы Слова Это то Что На поверхности Если Мы Знаем То Что В глубине То Мы Можем Услышать Слова На другом Языке И понять О чем Они Говорят Правильно Когда Один Говорит Ценности Другой Говорит Духовность Третий Говорит Еще Отец Возникает Мы Начинаем Чувствовать Что За этим То есть Мы Не Воспринимаем Сами Перевод Это Перенос С одной Части поверхности На другую Правильно А тут Вопрос В том Чтобы Услышать Что Лежит За этим Вот Немножко Умереть Завершающий Кресту Как Я Вернусь Домой Как Вступлю На порог Не поняв Не решив Ты мой Сын Или Бог То есть Мертв Или Жив Он Говорит В ответ Мертвой Или Живой Разницы Женов Нет Сын Или Бог Я Твой Ну что У меня Что-то Виктор Что-нибудь Скажете Ну Мне кажется Что тут Смотрите Как синхронно Мы пришли Время Завершения И Те слова Которые Ты сказал Великолепно Завершают Тот час Который Мы Посвятили Этой Глубокой Волнующей Теме Так что Спасибо Дорогие Друзья Обед Обед Добавил Dima Добавил Dima Продолжение следует...